Здравствуйте! Вы на канале Девайсы и сегодня у нас видеокарта от компании MSI, модель GeForce RTX 3080 Ventus 3X Plus 10G OC LHR. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту, подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Используя графический процессор с микроархитектурой NVIDIA Ampere, представляющий второе поколение чипов GeForce RTX, видеокарта MSI RTX 3080 готова обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков, RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Она поддерживает трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. Поддерживает системный интерфейс PCI-Express Gen4-X16. Оборудована мощной и сравнительно тихой системой охлаждения со специальными тепловыми трубками прямоугольного сечения и долговечными вентиляторами Torax Fan 3.0. С крыльчаткой оптимизированного профиля вентиляторы останавливаются, если температура GPU опускается ниже 50 градусов. Имеет небольшой заводской разгон. Видеокарта MSI 3080 оборудована графическим процессором NVIDIA GA102, основанным на прогрессивной микроархитектуре Ampere. В отличие от RTX 3070 в этой модели графический процессор имеет больше активных функциональных блоков, а графическая память GDDR6 была заменена на более быструю GDDR6X, что обеспечило прирост пропускной способности на плюс 35%. В результате средняя производительность видеокарты увеличилась и заметно приблизилась к топовой GeForce RTX 3090. Эта модель подойдет для сборки новых геймерских ПК с мониторами Quad HD и 4K разрешения, а также модернизации существующих игровых конфигураций с мощными многоядерными CPU. Технология DLSS – искусственный интеллект для гейминга. NVIDIA DLSS – сглаживание с алгоритмами глубокого обучения. Это революционная технология рендеринга на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает бескомпромиссное качество изображения за счет использования имеющихся в видеокартах GeForce RTX тензорных ядер, специально предназначенных для обработки алгоритмов искусственного интеллекта. Данная технология обеспечивает высокую производительность, позволяющую выкрутить настройки графики и разрешение на максимум. Искусственный интеллект на службе у геймеров. Серия Ventus ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. За их охлаждение отвечает кулер с тремя вентиляторами, а строгий дизайн гармонично впишется в любую игровую сборку. Передовое охлаждение с тремя вентиляторами Torax Fan 3.0. Отмеченная наградами конструкция MSI Torax Fan 3.0 сохраняет свои лучшие качества. Вентиляторы Torax 3.0 наделены лопастями двух типов – дисперсионными и традиционными, которые ускоряют и направляют поток воздуха в радиатор. Наслаждайтесь тишиной, играй бесшумно с технологией Zero Frozer. Суть данной технологии проста – при низкой температуре вентиляторы полностью останавливаются, что делает работу видеокарты абсолютно бесшумной. Когда же температура снова поднимается, вентиляторы возобновляют свою работу автоматически. Тепловые трубки. Сделанные с высокой точностью тепловые трубки квадратной формы максимально увеличивают площадь контакта с графическим чипом и равномерно распределяют тепло по всей длине радиатора, создавая оптимальное охлаждение. Термопрокладки. Большое количество термопрокладок позволяет различным компонентам платы передавать тепло непосредственно радиатору для лучшего охлаждения. Графеновый бэкплейт. Графеновый бэкплейт повышает структурную прочность устройства и служит в качестве пассивного радиатора для его охлаждения. Усиленная конструкция. Специальные усилительные пластины укрепляют видеокарту, защищая ее от повреждений в результате изгиба или скручивания. Дополнительный кронштейн. К корпусу вашего ПК можно прикрепить кронштейн из комплекта поставки для дополнительного усиления видеокарты. Для подключения дисплеев доступны три дисплей порта и один порт HDMI. Для работы видеокарты требуется подключение двух восьмиконтактных кабелей питания. Потребляемая мощность видеокарты, заявленная в технических характеристиках, составляет 320 Вт. В то же время рекомендуемая мощность блока питания для системы с такой видеокартой составляет все те же 750 Вт и не является чем-то экстраординарным в сегодняшних реалиях. MSI Dragon Center. Со временем Dragon Center станет единственным приложением MSI, которое потребуется установить, чтобы получить доступ ко всей функциональности компьютеров, видеокарт, материнских плат и даже игровых аксессуаров MSI. Оно автоматически будет идентифицировать добавляемые в систему устройства MSI и предлагать соответствующие драйверы. Автобернер. MSI AutoBurner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. MSI App Player. Разработанная в эксклюзивном партнерстве с компанией Bluestacks, приложение MSI App Player наделяет компьютеры и ноутбуки MSI возможностью запускать мобильные игры. С великолепным качеством изображения, удобным управлением поддерживаются мыши, клавиатура и множеством дополнительных функций. Судя по отзывам в интернете, реальным покупателям в этой модели не нравится. Цена. Плохие термопрокладки. При замене термопрокладок слетает гарантия. Положительные отзывы сводятся к главным пунктам. Производительная в 2К. RTX. GDDR6X. Надежная сборка. Дизайн. 10 гигабайт видеопамяти. Нет подсветки. Держатель в комплекте. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены для этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс, скоро увидимся!